МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Ипотека с господдержкой. Как молодые родители могут улучшить жилищные условия? Старше, чем кажется, каков возраст столицы Чувашии на самом деле. Занавес поднят. Что надо знать о театре современному человеку? Изменили условия получения пенсии по выслуге лет для госслужащих, определили, кто будет устанавливать информационные таблички на памятники культурного наследия и приняли отставку коллеги с поста заместителя председателя парламентского комитета. Такой стала очередная 30-я сессия Государственного совета Чувашии. Пенсия за выслугу лет предназначена не для всех граждан. Данную разновидность пособия могут получать только те, кто имеет рабочий стаж в определенных профессиональных сферах. К примеру, государственные служащие. С 1 января 2017 года минимальный стаж гражданской службы, дающий право на такую пенсию, поэтапно повышается. Так, по закону, в 2017 году он составлял 15,5 лет, в 2018 – 16, в этом году уже 16,5 лет. Соответствующее решение принято на уровне страны, и парламентарии Чувашии привели местный закон в соответствии с федеральным. По такому же принципу депутаты проголосовали за изменения в закон об объектах культурного наследия. Отныне порядок установки информационных надписей на них будет регулировать правительство страны. Впрочем, чтобы действительно сохранить памятники культуры, одних табличек недостаточно, считает депутат парламента Олег Мешков. Законопроект, конечно, очень актуальный, но хочу сказать, что сама только таблица, которую мы, значит, на двух языках, на чувашском, на русском повесим, это не сохранит эти памятники. Это ничего не даст. Приведу пример, с которым я лично сам столкнулся. Это касается Чебоксавского ликера водочного завода. Связанное рядом строительство, нанесли серьезный ущерб, урон памятнику. И в итоге за памятник, борюсь, получать только я или наш коллектив. Наши обращения в разные ведомства, они пока без результата. Не стоит забывать и об археологическом наследии, отметил Петр Краснов. Сегодня, к сожалению, мы ни один объект археологического наследия, нигде, ни в какой точке Чуваши, ничего показать не можем. У нас нет ничего в городе, это или под брусчаткой, под асфальтом, под бетоном. Что касается археологических памятников, которые есть в республике, к примеру, Большетаебинское городище, им, по мнению депутата, стоит уделять больше внимания. Все эти вопросы в ближайшее время рассмотрят на заседаниях профильного комитета парламента. Из вопросов, которые изначально не были обозначены в повестке дня, отставка с поста заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Эти обязанности с руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Игоря Малякова сняли по его заявлению. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Ипотека с господдержкой. Ставка в 6%, материнские капиталы и выплата за третьего ребенка. Меры, благодаря которым семьи с детьми смогут улучшить свои жилищные условия. Пополнение в семье – повод расширить жилплощадь. В семье Александровых – три дочки. Старшей – два с половиной, а осенью прошлого года Наталья и Георгий стали родителями во второй и третий раз одновременно. У нас есть уже ребенок, и мы узнали, что мы беременны снова двойняшками, и вот поэтому мы решили расширить свою территорию, купить трехкомнатную квартиру. Я считаю, что это нормальная процентная ставка, 6%. На короткий срок. Да, тем более мы взяли, допустим, на 5 лет. Ну, это для нас нормально. Это вполне реально для нас. Первые ипотечные кредиты с господдержкой выдали в начале прошлого года. Тогда запустили программу «Семейная ипотека» под 6% годовых для тех, у кого после 1 января 2018-го родились третьи и последующие дети. За прошлый год мы выдали в наших офисах Республики Чувашия более 160 миллионов рублей кредитов. Это более 90 счастливых семей в прошлом году. Уже в этом году, с начала года, количество выданных кредитов в рамках поддержки, господдержки, под 6% годовых, такое количество кредитов уже свыше 40. Госпрограмма работает. В этом убедился депутат Государственной Думы Николай Малов. Сейчас идет работа по расширению возможности использования такого льготного кредита. По поручению президента России, в частности, органы власти должны обеспечить дополнительную поддержку в 450 тысяч рублей семьям, которые выплачивают ипотеку, и если в 2019 году у них рождается третий ребенок. Законопроект, который нами принят уже в первом чтении 21 марта, это ипотечные каникулы, которые тоже дают возможность какого-то внутреннего спокойствия. Если молодая семья или просто семья с детьми сталкивается с какими-то проблемами жизненными, я думаю, что работа в этом направлении будет продолжаться. Сегодня в этом заинтересованы все. И власть, и банковская система есть взаимное понимание, и забалансированное. Кроме того, рассматривается законопроект, который устанавливает 6-процентную ипотеку на весь период кредита. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Через пять месяцев Чебоксар отметят юбилей 550-летия. Впрочем, возраст этот условный. Почему, журналистам рассказали историки. И того же дня, отплывшие от нового города 60 верст, ночевали. А наутре и обедали на разниже, а ночевали на Чебоксаре. А от Чебоксарей шли весь день, да и ночью-то все шли. И приеду же под Казань на ранней зоре. Соавтор нового учебника про историю Чебоксар «Мой город» Татьяна Иванова зачитывает первые упоминания о будущей столице Чувашии в русских летописях 1469 года. Тогда по нашей земле шли войска воевода Ивана Руна. С этого события и прошло 550 лет. Просто до этого времени название города, так как мы его привыкли называть Чебоксарой, не было. Это первое упоминание названия нашего города. Если во фразе «ночевали на Чебоксаре» летописец имел в виду именно населенный пункт, а не, к примеру, реку, и такой версии придерживается большинство историков, то логично, что поселение здесь существовало до письменного упоминания о нем. В языке того времени было принято говорить о городах, стоящих на реках на Чебоксаре, на Москве. Перед строительством ГЭС в связи с предстоящим затоплением исторической части города в Чебоксарах с 1969 по 1973 год прошли масштабные раскопки. То, что обнаружили археологи, теоретически позволяет прибавить к 550 годам еще пару веков. Изучалась та часть города, которую мы называем посад. То есть, современным языком, деловая часть города, она концентрировалась в устье реки Чебоксарки. Это низинная часть, которая затапливалась ежегодно. И это позволило в Чебоксарах сформировать так называемый мокрый культурный слой. Это уникальное состояние, когда в культурном слое сохраняются органические остатки. Это козь, дерево, кожа. В Чебоксарах даже была найдена берестяная грамота. Обнаружение этой берестяной грамоты помнит кандидат исторических наук Антонина Петровна Данилова. Во время раскопок она была еще студенткой. Там очень четко и подробно можно заметить было только слово «берозовый». В то время такие надписи были известны только в трех городах на территории Советского Союза. Это в Новгороде, в Пскове, в Старой Руси. И, конечно, когда эта находка была найдена, мы были очень горды, что Чебоксары – четвертый город. Во время тех раскопок дошли до слоя, которые специалисты относят к XIII-XIV векам. Род находок говорит о том, что Чебоксары изначально формировались как поселения городского типа. Так что если историки пересмотрят методику исчисления возраста нашего города, то Чебоксары могут постареть сразу на несколько, десяти или даже столетий. Тем более такое в истории города уже случалось. Так, в 1955 году столицу Чуваши отмечало 400-летие. Тогда датой основания считался указ Ивана Грозного об основании здесь крепости. А спустя 14 лет уже 500 лет, когда обнаружили первое письменное упоминание. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах подвели итоги 20-го юбилейного республиканского театрального конкурса «Узорчатый занавес». Больше всех наград собрал балет «Аттила» о рождении легенды Данила Салимбаева. Он признан лучшим спектаклем года. Лучшая мужская роль у Алексея Рюмина, исполнителя роли «Аттилы». Лучшее музыкальное оформление тоже у этого же балета. Лучшая женская роль досталась Эмилии Назаровой за роль Аниссы в спектакле «Анисса». Победители конкурса театрального искусства поблагодарили своих коллег, отметив, что театр – это труд многих людей. Символично, что в День театра был дан старт новому общероссийскому проекту в ПФО – окружному фестивалю «Театральное по Волжье». Уже больше 1300 работ поступило в жюри всероссийского конкурса «Краски Чувашии». В апреле организаторы определят финалистов. Сегодня подвели предварительные итоги проекта. Конкурс «Краски Чувашии» проходит третий год подряд. Организаторы оценивают картины, фотографии, коллажи, декоративные поделки. Главное, чтобы работа была посвящена самобытной культуре и истории региона. Активно у нас идет популяризация именно нашей культуры Чувашской. Кроме этого, мы подключаем не только наш регион, но и Москву, Санкт-Петербург. Особенно это у нас принимают активное участие различные землячества. Хочу сказать, что действительно конкурс обретает большие масштабы. Также появились новые номинации, такие как вокальная хореография, фотография и другие. Возрастная категория у нас также стала уже больше. Мы увеличили, уже могут принимать участие до 30 лет. И поэтому хочу сказать, что действительно конкурс очень полезен. Финалистам вручат награды, а лучшие картины представят на выставке в День Республики. О развитии проекта «Краски Чуваши» в эксклюзивном интервью нам рассказала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Конкурс проводится под ее патронатом. У нас теперь запущена платформа «Краски Чуваши», где можно посмотреть, ознакомиться с банком данных. Фактически орнаменты, другие интересные, литература, история и прочее. То есть то, что может вдохновить ребенка, родителя, например. И можно использовать этот материал в подготовке к этому конкурсу. В период глобализации, когда есть очень много вызовов и угроз, такие конкурсы, участие в которых добровольное, и наоборот, куда стремятся люди, это возможность сохранить свою культуру. Подробное интервью с депутатом Государственной Думы выйдет в эфир нашего канала 1 апреля, сразу после программы «Республика». И к другой теме. Культурный минимум – акция, которая проходит по всей России. Театры страны открывают двери ценителям искусства. Чувашский театр оперы и балета тоже не остался в стороне. Как одевают сцену в декорации, кто сидит в оркестровой яме, и как работает цветовое оборудование. Это и многое другое узнали самые юные поклонники искусства. В рамках проекта «Культурный минимум» театр оперы и балета провел акцию на просторах классического театра. Первым делом дошколята заглянули в оркестровую яму. Здесь находится один из главных участников любой постановки – оркестр. Без него не обходится ни один спектакль. Специально для гостей музыканты сыграли на разных инструментах. Например, прозвучала знаменитая соло «Фагота» из балета «Чиполина». Театр – один большой механизм, и чтобы зритель на время забыл о реальной жизни и перенесся в мир спектакля, все винтики этого механизма – артисты, музыканты, художники и костюмеры должны работать слаженно. Особенно важно взаимодействие артистов балета и оркестра. Балет предполагает некую упорядоченность темпов и не всегда одинаковость, поскольку исполнители совершенно разные. Бывает высокого роста, бывает маленького роста. Поэтому технически, например, кто-то исполняет быстрее, кто-то медленнее. И, конечно, дирижеру вместе с оркестром нужно к этому приспособиться. Но уж такова специфика балета. Поэтому дирижер обязан ходить на наши репетиции в зале. Ходить на репетиции нужно и режиссеру по свету. Именно он дополняет образ героев, создает нужную атмосферу и вовремя переключает внимание зрителей с одного персонажа на другой. Особо сложностей нет. Главное – внимание, концентрация, ну и художественный взгляд. И нам, конечно, помогают главные художники, помощники, режиссер. Сам режиссер, конечно, присутствует, главный билетмейстер. Вот, как бы все это, все вместе и как бы рождаем свет. Юным театралам интересно было все. Они буквально засыпали вопросами работников театра. Я узнала, что тут работают около 300 человек. Узнала, как меняются декорации. Я узнала, что пуанты бывают разного цвета и что все вот это, то, что делают на сцене, это все из ткани, чтобы свет сверху мог просвечивать и все было красиво подсвечено. Выставка театральных костюмов перевоплощения ждала всех в фойе театра. Здесь представлены костюмы восьми спектаклей. Мадам Батерфляй, Шевармань, Аида. В день открытых дверей в театре оперы и балета можно было не только посмотреть костюмы героев различных спектаклей, но и примерить их образ на себя. Например, я сейчас в костюме главной героини оперы Чайковского – Иоланты. Костюмы для артистов – помощники на сцене. Они помогают актерам перевоплотиться в своего героя, полностью войти в образ. Костюм в театре информативен, особенно в балетном театре, но также и в оперном. Человек еще не сказал ни слова, а зритель должен понять, что вышел тот или иной персонаж. И также зритель должен понять его характеристику. Злой это или добрый человек. А может быть он прячет свою личину за такой доброй одеждой. Такие акции, как эта, помогают юным горожанам, что называется, заглянуть за кулисы и понять, что, возможно, для кого-то театр – будущая профессия. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Нитки, иголка и умелые руки. В Чебоксарах в третий раз прошел конкурс чувашских вышивальщиц в краю 100 тысяч вышивок. Он посвящен 105-летию со дня рождения знаменитого мастера Екатерины Ефремовой. Чувашская вышивка отличается от вышивок других народов мира. Наши мастерицы создают двусторонний шов, благодаря которому у полотна нет лицевой и изнаночной сторон, а рисунок геометрический. Это похоже на древние письмена. Каждый узор, шов, строчка – определенный символ, имеющий сакральный смысл. Современным художницам не просто сохранить и приумножить многовековое богатство. Ольга Волкова вышивкой занимается с детства. В этом творческом состязании участвует второй раз. Задание непростое – вышить горизонтальную картину мира. В старину это делали невесты, а сам элемент использовался в обрядовых праздниках. По заданию нам выдали вот такие вот орнаменты. Мы должны, получается, сами разработать эскиз изделия, изготовить это изделие в течение четырех часов. И я сама решила сделать салфетку, расположить эти узоры в четырех углах. Мастерицы работали четыре часа. Итог оценивали искусствоведы. Любой конкурс, он сложный, естественно. Но нам помогает наш опыт, помогают и коллеги, помогает предварительно обсуждение, знакомство с произведениями. Мы будем судить объективно, без всяких подводных камней. Сто тысяч вышивок – это действительно про нашу малую родину. Это культурный код, по которому идентифицируют народ. Конкурсы среди мастериц по чуварской вышивке мы считаем это очень нужное дело. Надеемся, что в дальнейшем роль чуварской вышивки будет занимать большое место в жизни нашего народа и поможет нам поднять свое самосознание. Обсуждение было жарким, дискуссии долгими. И все же жюри определило лучших. Первое место присудили Веронике Филипповой из Ядринского района. Второе – Ольге Волковой из Чебоксар. Третье – Марии Павловой из Вурнарского района. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки». Это единственный в стране конкурс, который объединяет одаренных детей сотрудников правоохранительных органов и других государственных структур. «Хрустальный голос» Анны Путяковой звучит на самых разных концертных площадках республики. В этом конкурсе она уже три года подряд занимает первое место. В этом конкурсе я показываю свои песни на русском и чуварском языке. Я очень люблю свою родину и больше всего я выступаю с чуварскими номерами каждый год. Успехом дочери радуется вся семья. Когда дочь занимает первые места, это, конечно, всегда гордость за нее. Тем более не только в конкурсе службы с юмпристов, но и в районных конкурсах. Тем более недели две назад в районном конкурсе «Восходящие звезды» она заняла гран-при конкурса «Восходящие звезды». Первое место, ну то есть гран-при, самое первое место уже. И вот тоже, опять же, восхищение, гордость за нее. Ну, сначала репертуар дочери, как бы у нас выбирал дедушка. Потом, когда дочь начала ходить в более старшие классы, музыкальный руководитель в школе искусств Баттерского района, Вероника Макарова, в настоящее время, она больше с ней работает. Ну и мы тоже помогаем, мать помогает, я. Победители сегодняшнего этапа, вокалисты, музыканты и танцоры отправятся в Москву, чтобы побороться за главные призы. Это бесплатные путевки в лучшие детские оздоровительные центры страны – Орленок, Артек и Океан. А еще редкая и поэтому особенно ценная возможность выступить на одной сцене с известными артистами. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Таким стал этот четверг, а я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова